Хочу рассказать о наиболее ярких сортах, которые произвели на нас впечатление. Он распустился на наших клумбах одним из первых. В этом году, к сожалению, встречается у многих дачников, отличается крепкими цветоносами. Тюльпаны группы Дарвиновой гибриды ценятся не только дачниками, но и профессионалами. А значит и цветок в следующем году у нас будет очень крупным. Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы. Весна вносит коррективы в работу дачников. Рассада на подоконниках перерастает, деревья плохо цветут и радуют нас только в это время тюльпаны. Все вы прекрасно помните о том, что мы осенью сажали огромное количество тюльпанов на своем участке. Около тысячи луковиц было посажено осенью для того, чтобы весной мы могли наслаждаться их цветением. Но все недолговечно и скоро, к сожалению, эти тюльпаны уйдут и на их место придет петуня. Но я сегодня хочу вам рассказать о наиболее ярких сортах, которые произвели на нас впечатление. Пойдемте. Сорт Монте Оранж поразил у нас не только необыкновенной красотой бокала. Цвет просто потрясающий. Но еще особенностью этого сорта являлось то, что он распустился на наших клумбах одним из первых в начале мая. Сейчас конец мая и посмотрите, он до сих пор не теряет декоративности. Таким образом, можно сказать, что в такую прохладную весну этот тюльпан будет цвести у вас практически месяц. Конечно, он уже теряет свою декоративность немного, но все равно украшением грядки он остается. Сорт Dream Touch также относится к махровым тюльпанам. Отличается крепкими цветоносами, очень плотным бокалом, который, кстати говоря, не портится на ветру и не портится от дождя. Отличается еще и насыщенным пурпурно-фиолетовым оттенком. И при этом яркая белая кайма по краю лепестков делает этот цветок необыкновенно привлекательным и заметным с любого уголка сада. Сорт Denmark относится к тюльпанам серии Triumph. Это классические тюльпаны с классическим таким бокалом, которые на высоких ножках. Очень крепкие тюльпаны, которые прекрасно будут смотреться не только в саду, но и, конечно же, в срезке. Цветение у них среднее по сроку, то есть приходится ориентировочно на середину апреля. Но из-за того, что у нас весна очень такая затяжная и холодная, то они у нас начали распускаться буквально только в середине мая. И цветение очень длительное. То есть в течение месяца вы можете наблюдать, как цветут эти тюльпаны. Очень красивые плотные бокалы, которые не повреждаются от любых погодных условий. И декоративно будут смотреться действительно не только на улице, но и в ваших вазах. Теперь еще один яркий представитель серии Триумфов для любителей более насыщенных и простых оттенков, классических оттенков. Сорт National Velvet. Действительно, очень насыщенный бордовый оттенок этого цветка. Также отличаются крепкими цветоносами и очень плотными бокалами с такими действительно какими-то атласными лепестками, но при этом очень прочными, которые не будут пугаться какого-то дождя или ветра. И при этом такие тюльпаны очень любимы покупателями, потому что они классическую имеют форму и при этом простой цвет. Никаких пятен, никаких штрихов. Это тоже имеет право быть. Всем добрый день. Мы находимся в оптово-розничном магазине, лидирующей семеноводческой компанией отечественного производителя семян агрофирмы «Партнер». Это современный стильный магазин, в котором представлен весь ассортимент семян агрофирмы «Партнер», а также сопутствующие товары для сада и огорода от надежных проверенных производителей. Продавцы-консультанты проходят обучение в школе персонала агрофирмы «Партнер» с ведущими агрономами и селекционерами компаний. Также проходят мастер-классы от производителей сопутствующих товаров, поэтому с легкостью окажут профессиональную помощь и помогут определиться с выбором. В магазине действует карта лояльности, осуществляется наличный и безналичный расчет. По субботам в магазине проводятся тематические мастер-классы от известных агрономов, телеведущих и блогеров садово-огородной тематики. Всегда можно приехать, пообщаться с экспертами и подчеркнуть море полезной информации. Магазин «Семена Партнер» предлагает все самое лучшее для садоводов. Пусть таких достойных магазинов станет как можно больше. Наверное, одними из самых необычных в данной группе, в группе «Триумфов» можно назвать серию тюльпанов, которые крауны. В нашей коллекции есть yellow crown тюльпан. Необычность его, конечно же, именно в форме бокала. Бокал действительно напоминает форму короны, поэтому и краун. Очень необычный тюльпан, но при этом действительно необыкновенно красивый и привлекает всех, кто бывает на нашей площадке. Следующая группа тюльпанов – это многоцветковые. Это те сорта, которые вы можете срезать одно растение, поставить в вазу, и они уже будут являться украшением. На одном стебле образуется один основной бутон, который более крупный, и несколько более мелких, но при этом они тоже очень декоративны. Это сорт белиция, он является хамелеоном, ко всему прочему, то есть его цветки меняют свой цвет по мере распускания. Очень яркий, очень привлекательный и в то же время не кричащий сорт, на который стоит обратить внимание. Еще одна необыкновенно красивая группа тюльпанов – это лилии цветные. Их бокалы действительно очень похожи на классические цветки бутоны лилии. В данном случае я хочу вас познакомить с сортом Fly Away. Этот очень яркий, насыщенный тюльпан, который словно огненные какие-то всполохи устремлен к небу. Обратите внимание, что в этом году, к сожалению, этот сорт не очень выровнен. И такая проблема в этом году, к сожалению, встречается у многих дачников не только с лилиицветными, но с огромным количеством других сортов и видов тюльпанов. С чем это связано? С тем, что действительно в этом году очень долгая, очень длинная и холодная весна. И поэтому многие тюльпаны, к сожалению, в этом году ниже, чем заявлено производителем. Если, предположим, у нас заявлено 60 см, то есть растения, которые где-то 50 см. Это, в принципе, нормой является. А есть и те, которые почему-то намного меньше. Ничего страшного, не переживайте, сохраняйте луковицы, правильно за ними ухаживайте и посадите их на следующий год. И вы увидите, что они будут действительно такими шикарными, высокими, как мы и заявляем. Тюльпаны группы Дарвиновой гибриды ценятся не только дачниками, но и профессионалами. И есть за что. Эти тюльпаны обладают крепким цветоносом и плотной структурой бутона, которая сохраняется очень долгое время и не теряет своих декоративных качеств. Сорт тюльпана Фостер и Кинг – это действительно классический тюльпан, который обладает крепким, прочным цветоносом и классической формой бокалом. И при этом лепестки очень плотные. Они способны выдержать ветер, дождь, любую другую непогоду, похолодания им не страшны. Они не теряют своих декоративных качеств и прекрасно смотрятся не только на клумбах, но и в вазах. И обратите внимание, что у данного сорта очень декоративный стебель коричневого цвета. Но я не могу не сказать о серии попугайных тюльпанов. Эта серия всегда вызывала у дачников массу вопросов. Действительно, бокал цветка здесь совершенно отличается от всех остальных. Не классический, не лилийцветный, не махровый. Лепестки более плотные, очень сжатые, скрученные. И тюльпан кажется не декоративным в течение достаточно большого времени. Но зато, когда они раскрываются, вы можете наблюдать вот такую красоту. Края лепестков слегка как будто рваные. И от этого лепесток кажется весь воздушным каким-то. А при полном открытии цветок может достигать 20 сантиметров в диаметре. И при этом цветение одно из самых долгих. Более месяца может продолжаться. Считаю, что такие тюльпаны должны быть обязательно на ваших клумбах. И обратите внимание именно на такие пастельные оттенки. Потому что все попугайные, они конечно же отличаются яркостью. Но существуют и вот такие пастельные оттенки. Это сорт Silver Parrot. Отличается он не только красивым нежным оттенком лепестков, но еще и декоративной листвой. По листу идет светлая кайма, которая тоже делает это растение очень декоративным. Говорить о сортах тюльпанах я могу бесконечно. Тем более, что некоторые из них еще только распускаются. Но, к сожалению или к счастью, пришла пора с некоторыми из этих сортов уже прощаться. Нужно уже готовить их к зиме. И, соответственно, пора их обрезать. Чем мы с вами и займемся. Старайтесь не дожидаться, когда ваши тюльпаны достигнут такого состояния, когда облетают лепестки и растение начинает завязывать семена. Чем больше вы даете тюльпану возможность завязывания семян, тем слабее становится луковица. Мы же хотим получить крупную луковицу, которая в следующем году даст нам действительно великолепное цветение. Поэтому не дожидаемся полного отцветания. И даже такое состояние, когда уже начинают потихонечку облетать лепестки, лучше тоже исключить. Старайтесь срезать тюльпаны, когда они в самом соку, самые декоративные. Обрезку мы проводим, стараясь оставить как можно больше листьев. Для чего мы оставляем большое количество листьев? Для того, чтобы растение, точнее луковица, забирало всю силу из этих листьев и становилось крупнее, мощнее. А значит и цветок в следующем году у нас будет очень крупным. Не стоит думать, что обрезкой мы заканчиваем работу с тюльпанами. Сейчас необходимо подкормить тюльпаны. Только в отличие от ранней весны, мы уже будем подкармливать удобрением, которое не содержит азота. Это может быть монофосфат калия, это может быть любое осеннее удобрение с низким содержанием азота. Потому что нам не нужен азот для роста зеленой массы. Нам сейчас нужны фосфор и калий для того, чтобы луковица набирала силу. Таких подкормок нам нужно будет совершить две. Первая подкормка сейчас и вторая где-то через 7-10 дней. А вот дальше вы будете уже наблюдать, что мы будем делать с этими тюльпанами. Ну что ж, работу с данным сортом я завершила, но работы еще предстоит очень и очень много. Как бы не было красиво, но, к сожалению, со многими тюльпанами придется уже расставаться. Я надеюсь, что видео было для вас не только приятным, но и полезным. И не забывайте о том, что массу полезной информации вы всегда можете на нашем найти канале YouTube, а также Яндекс.Дзен. Не забывайте подписываться на наши соцсети ВКонтакте и Одноклассниках. Телеграм не забывайте. И следите за нашими новостями. Потому что это не вся работа, которую мы сделали с тюльпанами. Следите за следующими выпусками, и вы узнаете, что мы будем делать с ними дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!